Евгений Яковлевич, добрый день. Здравствуйте. Начался сезон Евролиги. Как вы оцениваете старт российских клубов в турнире? Сейчас просто рано говорить о старте каком-то. Но я полагаю, что то, что касается ЦСКА, как команда, она по-прежнему будет бороться за высокие места. Несмотря на то, что у них произошла смена ведущих игроков, но все равно эта команда будет играть. То, что касается Химок, просто не знаю, что говорить. Пока в ожидании все, что получится. Ну и остальные команды, кто участвует в европейских турнирах, они тоже собираются показать свое лицо. Но в любом случае, я думаю, что сейчас рано говорить о каких-то результатах. Все впереди. Вы сказали про Химки, про ЦСКА. Еще новый участник дебютировал «Зенит» в этом году в Евролиге. Но старт не совсем удался команде. Пока после трех туров одна победа и два разгромных поражения. На ваш взгляд, почему так произошло? Я все-таки думаю, что то, что участие «Зенита» в этом турнире в Евролиге, как третьей нашей команды, было прежде всего подусмотр тем, какой это город. Да, вторая столица, как мы говорим, культурная столица страны. Как мы говорим, город, в котором зародился баскетбол. Об этом надо помнить. В 1906 году впервые баскетбол появился именно в Петербурге. Ну и учитывая то, что сегодня популярность баскетбола все равно довольно высокая, Евролига решила включить в состав «Зенит». То, что сейчас пока не все получается, ну, я полагаю, что это издержки начала любых турниров. Я все думаю, что они поправятся и будут представлять определенную силу. Потому что даже победа на ЦСКА в чемпионате ВТБ, она говорит о многом. Значит, есть возможности, есть силы, есть игроки, способные одерживать победы. И мне очень нравится тренер. Мне очень нравится, как ведет себя тренер «Зенита». Он интеллигентный человек. Он абсолютно не вступает в дебаты с судьями. Он ведет себя достойно и, по-моему, хорошо управляет командой. Я надеюсь, что все у них поправится. Вы сказали про «Химки». Когда мы сможем увидеть «Химки» в финале четырех, на Ваш взгляд? Созрели они уже для этого? Я-то думаю, в этом году мы увидим «Химки» в финале четырех. Но сейчас некоторые сомнения есть. По крайней мере, тот народ и тот набор, который сделало руководство «Химок», у них сейчас на каждую позицию по два, по три человека. Как разберется со всем Куртинате, со всем народом, с той обоймой огромной людей, кто у него есть в составе, когда появится Мозгов, наконец, выйдет на площадку, когда поправится и в моральном плане будет игроком высокого класса, как он должен быть, Карасев Сергей. Так что здесь есть вопросы, хватает. Но очень бы хотелось их видеть в четверке. Вот в Израиле было господство Макаби, они выигрывали чемпионат за чемпионатом. И для того, чтобы блокать непредсказуемость турнира, придумали финал четырех в Суперлиге израильской. В Лиге ВТБ долго шли разговоры о том, что нужно тоже ввести финал четырех. Но он не прижился, просуществовал всего один год. На Ваш взгляд, почему так произошло? Ну, я все-таки думаю, что здесь играет роль не только, вот вы говорите, не только моральная сторона, насколько там было, психология и прочее, но еще и финансовая сторона играет немаловажную роль в любых турнирах, которые просчитываются. Тогда от баскетбола клубного перейдем к сборным. Вот в чем, на Ваш взгляд, причина такого не очень убедительного выступления в последние годы сборной мужской? Мы 20 лет уже не попадали в призы на чемпионате мира. Последний чемпионат мира – 12 место. В чем кроется такой вот нюанс этот? Моё мнение такое, что мы шли к тому, что сегодня мы получили как в мужском, так и в женском баскетболе на уровне сборных команд. Прежде всего шли потому, что так уж вышло на сегодняшний день прозвучавший лозунг «За граница нам поможет, и давайте будем набирать огромное количество регионеров в каждую команду», и забудем, что у нас есть российские игроки, которым надо играть не только внутри своей команды, но и за сборную. И получилось так, что все эти ребята, сегодняшние участники, подавляющее большинство игроков сборных команд России, как мужской, так и женской, они являются не ведущими игроками в своих клубах. Они далеко не лишающие матчи игроки, а не те, которые очень часто проводят на площадке минимальное количество времени. Сидя на скамейке, добиться результатов очень сложно. И на мой взгляд, к этому мы шли и сегодня, когда в каждой, в этих командах топовых, по 8 иностранных игроков, да еще самые для меня печальные иностранные тренеры-руководители, которые совсем не думают о том, что касается резерва нашего спорта. У них сейчас и сегодня нужна победа. По-другому никак не может быть разговора об их контрактах. И вот получилась такая сегодняшняя картина. Ну и как беда, одна из неприятностей, которых я вижу, и которые сегодня очень наглядно видны, это появилась целая плеяда молодых людей, игроков как мужских команд, вот вы сейчас о мужчинах меня спросили, так и женских, которых устраивает скамейка запасных с хорошим контрактом. Зачем я буду сражаться? Пусть бегают американцы, пусть бегают сербы, хорваты и так далее, и так далее, испанцы. А я сижу на скамейке, мышу полотенцем, хлопаю в ладоши, рад результатам, которые идут, и ни в коем случае не мечтаю, не думаю, а нужно же побиться. А спорт без конкуренции – это не спорт. И сегодня эти молодые люди, которые, к сожалению, являются и кандидатами в сборную команду России, психология у них, не психология победителей, не психология людей, которые хотят реванш в спорте добиться. И поэтому есть большие страдания и мучения наших сборных команд. Многие специалисты высоко оценивают работу в сборной России Дэвида Блатта. На ваш взгляд, во время руководства командой израильского специалиста сборная стала сильнее? Вы знаете, Дэвида Блатта я знаю не только по выступлению в сборной команде. Когда я был президентом мужского баскетбольного клуба «Динамо», Дэвид Блатт был у нас тренером и работал вместе со мной. Я еще знаю его немножко по Израилю, я тоже там работал. Значит, нужно сказать одно. Действительно, Блатт очень хороший тренер, грамотный, умеющий находить контакт с игроками. Но 2007 год, когда сборная команда России стала чемпионом Европы, надо забывать, был ли бы Блатт тренером чемпионов Европы, если в команде не было Кириленко, Хряпы, Холдена. Я думаю, что все эти люди, они сыграли колоссальную роль, особенно Кириленко, в сплочении команды, умении побеждать. Молодец он, Блатт, нашел язык с ребятами, со многими, умел вести игру и так далее. Но огромную помощь, и, наверное, если брать процентом отношений, где был бы Блатт, если бы не было Кириленко. То есть сейчас, получается, мы ждем следующего поколения, когда появится Кириленко, другие прославленные баскетболисты. Сейчас такое некоторое затишье, может быть? Ну, насчет ждем следующего поколения. Во-первых, есть очень много хороших ребят и девчонок в нашей стране. И высокорослых, и длинноруких, и длинноногих, и умеющих двигаться, и представляющих интерес, огромный интерес для нас. Но надо помнить, как этим ребятам пробиться в наши топовые команды. Как заполонить им не то, что какую-то нишу, а вот те какие-то крохотные кусочки, когда можно себя проявить. Поэтому я сегодня переживаю за молодых ребят и девчонок, которые, несомненно, талантливы, но которым пока не виден путь, где они могут себя проявить в нашей стране. Уезжают за границу, ну, кто-то уезжает из молодых игроков, такое и есть, особенно талантливые, пытаются и в Испанию уехать, и кто-то в Америку. Это хорошо для них? Ну, я думаю, что, вы знаете, расчет хорошо, я бы не сказал. Самое плохое то, что эти ребята не востребованы в стране. И видно по всему, что они не проявят себя на высоком уровне. Хотелось бы вернуться в 1972 год, Олимпиада в Мюнхене. И тот легендарный поединок Советского Союза со сборной США, когда Александр Белов забивает, забрасывает очко, которое победное. И в той команде был ваш подопечный, Александр Булашев. Какие у вас были эмоции, помните, в тот момент, когда мы выиграли? Я хочу подчеркнуть, что это был тот игрок, любить которого было невозможно. Помимо того, что он был замечательный игрок, он был замечательный парень. Не было игроков самого разного плана, которые бы не хотели бы с ним играть. И поэтому, когда он стал Олимпийским чемпионом, конечно, огромное счастье. Причем я был еще тогда довольно молодым человеком, все-таки в 1972 году. Мне еще не было 80 лет, поэтому я, так сказать, был рад тому, что так мой воспитанник, первый воспитанник оказался Олимпийским чемпионом. Причем это была радость несомненная. И, конечно, сама игра. И комментарии Нины Ереминой, и ее крики о трех секундах. Это ситуация с перебрасыванием трех секунд. Ну, это же сегодня в контине движения вверх многое показано. Но как бы там ни было, это все были те эмоции, которые кроме позитивных и положительных ни о чем не говорят. Ну, вот вы только что сказали про фильм «Движение вверх», который... Ну, я, знаете, что, во-первых, это картина художественный фильм. И в нем, конечно, в этом фильме, возможно, различные, я бы не сказал, так сказать, нежно говорю, неточности. Ну, для меня какая неточность, то есть меня покоребило. Это первое, что вдруг сделали перебежчиком Павлауско-Самодеса, который хочет уйти и сбежать за рубеж. Если помни этот эпизод, когда его там уговаривают, этот парень был, и сейчас он есть, он жив, их всего только четверо живых осталось после Мюнхенской Олимпиады. Это честнейший человек, абсолютно был советский человек в душе и в настроении, был другом многих людей. Брат его накануне Олимпиады взял в сборную команду Советского Союза. 20-летний парень в 65-м году завоевал звание чемпиона Европы, а через два года стал капитаном сборной команды страны. Как можно говорить о том, что он какой-то перебежчик и так далее? Ну и, конечно, есть неточности, связанные с тем, что женская команда впервые на Олимпийских играх оказалась в 76-м году. Там показывают женский коллектив, сцены, значит, там, Белова, Овчинникова и так далее, и так далее. Я думаю, что неспроста супруга Кондрашина и жена Белова категорически были против выпуска этой картины. Они очень не хотели. Но фильм получился хороший, захватывающий, интересный, опять-таки художественный. Ну и сам накал страстей, который был, он очень интересный. У меня был довольно веселый эпизод. До его выхода на экраны мы просматривали фильм. В федерации баскетбола сделала так, мы, значит, очень хорошо в иллюзионе, мы пришли. И вот со мной сидела женщина пожилая, что, значит, она не знала, что происходит. Там, когда бросали штрафные, американец, помните, бросал он штрафные и вывел вперед. Он толкает их, не попади, не попади, промах. То есть она историю не знала, но ее захватывала ситуация, связанная с этим. Ну и, конечно, нужно отдать должное ребятам, которые сыграли роли наших баскетболистов. Ребята интересно, хорошо сыграли. Получился фильм. Конечно, очень смотреть его интересно и захватывающе. Ну и еще вставлены документальные кадры были, конечно, хорошие. Что было тогда в стране после этой победы? Помните, как... Ну, ифаяния была большая. Понимаете, сама Олимпиада оказалась не только победной в плане баскетбола. Олимпиада оказалась еще скандальной в плане того, что террористы захватили израильскую команду. Здесь была та политика, которая, понимаете, вмешалась, ну, как всегда бывает, в спорт. И сама ситуация была более чем напряженная, потому что не заметить того, что произошло, не заметить расстрел израильских спортсменов и митинг, который потом проходил для всех участников Олимпийских игр, к большому сожалению, команду России, Советского Союза, на этом митинге не было. Ее не пустили. По политическим, опять же. Ну, конечно, понимаете сами, какие были отношения тогда с Израилем. Но в любом случае, конечно, сенсация номер один, это была победа нашей сборной. Я просто не хочу приезжать к этой победе, но давайте просто признаемся. Против нас играла студенческая сборная команда Соединенных Штатов. Они посчитали, что хватит, студенты тоже сумеют расправиться с русскими, но не получилось. Тогда мальчишки побежали в секции записываться в баскетбольный союз? Думаю, что да. Мальчишки побежали после картины «Движение вверх», которая вышла в прошлом году, и побежали тогда. Это несомненно. Все эти фильмы, которые пропагандируют любой вид спорта, они дают толчок для того, чтобы люди занимались любимым видом спорта или тем, который им понравился. Вы играли в Ленинградском «Спартаке» в 2014 году. Клуб, к сожалению, накануне своего 80-летия прекратил существование. На ваш взгляд, можно ли было тогда сохранить команду? Насколько мне известно, некоторые из игроков перешли в «Зенит», новую команду, которая была создана. И как вы оцениваете эту ситуацию? Я воспитанник Ленинградского «Спартака», детской спортивной школы. Просто после нее я уже уехал в институт в Латвию учиться. Я почему говорю про «Спартак»? Вы знаете, это была команда, которая была лизотворением Питера. В каком плане? Был выдающийся игрок Александр Белов. И были рядом те подносчики снарядов и те игроки, которые, в общем-то, выдающимися, назвать их никого нельзя было. И был выдающийся тренер. Тренер, который, наверное, такой, как скамеечник. Есть такое выражение у нас. Тренер, умеющий вовремя делать замену, взять тайм-аут, проявить какие-то шаги, которые касаются чисто тренерского искусства. Так вот, был великий тренер Кондрашин, который практически воспитал этого Белова и игру строил вокруг Саши. А Саша был тем баскетболистом в те времена, которого единственного пригласили в НБА. Я был свидетелем такого разговора. В 1976 году, когда была уже следующая Олимпиада, есть великий такой баскетболист Билл Рассел, который попросил моего брата Александра, можно ли интервью сделать с Александром Беловым. Ну, Саша обратился к руководству делегации, вот такой Архипов, можно ли это сделать. Тот сказал, ну да, конечно, можно. И вот, когда команда садилась в автобус, Александр и Билл Рассел стояли рядом, думали, что сейчас Белов подойдет и интервью будет. Его, в этом время, Кондрашин, втолкнул в автобус, сказав, никаких интервью, никакого разговора быть не может. Поэтому я просто был свидетелем этой беседы. И я знаю, что многие баскетбольные специалисты говорили об этом русском парне как о выдающемся игроке, который спокойно может войти в состав любой национальной команды баскетбольной ассоциации. Если вернуться еще больше назад и вспомнить то время, как вы пришли в баскетбол, насколько сильно влияние оказал ваш брат Александр на вашу карьеру в баскетболе? Я думаю, что вот, когда мы говорим о том, что такое родные люди, мне очень повезло. Повезло родиться на 11 лет после брата. Выбирать профессию мне уже не приходилось. Я знал, что я буду обязательно тем, кем хочет быть мой брат и кем он стал. И поэтому я мечтал и думал о том, да, маленькие мы, да, не очень баскетбольного роста, да, но мы упорные, упертые, как часто сейчас говорят. И я, значит, стал подражать во многом ему. И я прекрасно знал, что только по такой стезе и по такому пути я пойду. Причем, надо признать, что брат был, особенно на первых порах моей жизни, больше отцом, чем братом. Потому что, когда началась война, мне было два с половиной года, Саше уже было 13 лет, или больше даже, да, И мы уехали в блокаду, уехали из блокады в Ленинград, и он пестовал меня всегда. И когда в школу, мы вернулись в Ленинград уже после блокады, вернулись в Питер. В школе я не всегда вел себя очень прилично. Если были какие-то замечания мне, брат очень уверенно зажимал мою голову между своих колен и проходился по моим ягодицам, ремнем, так что все было в порядке. Тут воспитание было хорошим. Ну и поступил я в институт в Риге, поехал к нему. Были сложные материальные положения дома, и брат меня забрал к себе. Я в Риге поступил в институт, играл за команду Рижского института, учился, жил у Саши все четыре года, пока я учился там. И Саша действительно пестовал меня, и я постоянно думал, как бы не подвести брата. Ну и потом я сделал очень хороший шаг, думаю, что мне помог в этом мой преподаватель Адольф Мартынович Графис. Я уехал работать в Сталинград, тогда был такой город Сталинград. Через четыре месяца он стал Волгоградом при мне. Так что все это я застал, и вот там я уже начал работать самостоятельно. Вначале в детской спортивной школе с ребятами, а потом уже с мужской командой Адинома Волгограда. Я еще раз говорю, что всегда помнил и думал, как важно не посрамить фамилию, которую создал мой брат. Как важно помнить о том, что не ты основатель баскетбольной династии, а он и старайся проявить себя на должном уровне. Не знаю, удалось мне это или нет, но без восторства не обойдешься. Мы единственные братья в мире, кто, привеля команды к олимпийским золотым медалям, он в Сеуле, я в Барселоне, занесены в зал славы Фива. Таких примеров больше нет. Я, конечно, горжусь тем, ему было бы очень приятно, меня в 10-м году ввели в зал славы, его в 4-м. И вот, как бы это ни было, я помнил всегда, какую фамилию ношу и как нужно себя вести. Были полные трибуны, когда играли два братья между собой. Причем есть известная история, не знаю, насколько она вам известна. Когда я отнял у него папаху полковничью, мы однажды играли, значит, между собой. Это было в зале тяжелой атлетики, в ЦСКовском зале. Получилось так, что если Саша выигрывает эту игру вместе с командой, он за 5 туров до окончания чемпионата становится чемпионом страны. Если проигрывает, надо подождать. Ну и получилось так, что ребята вместе со мной, а ребята у меня были такие боевые, и Сидякин, и Блик, и Болошев, и Никитин, так что-то. Были те ребята, которые уступать ни в коем случае не хотели, и мы обыграли. А на матче был Гречка, который сказал о том, что полковника получишь, если выиграешь. Так что папахи он решился в этот день, и когда я пришел, руки мне он не стал пожимать, после ибря разошлись, да. И я, раздается телефонный звонок домой, я выслушал много приятных цензурных слов, конечно, в кавычках больших цензурных, что ты надел вообще, что что за чудак на бок ума, и так далее, и так далее. А потом через два часа я перезвонил, и говорит, Женя, ты знаешь, здорово, что мы лишние показали, что никаких отдач, поддач, никаких хитрых моментов у нас быть не может. Мы играем и боремся за победу. Дальше вы стали тренером. В чем для вас основной нюанс работы с мужскими командами и с женскими? В чем нюанс? А нюанс, наверное, самый главный в том, что с женщинами большее внимание, большую часть нужно уделять психологии. То, что касается с мужчинами, да, бесспорно, есть нагрузка, да, бесспорно, дисциплина, да, бесспорно, требовательность. Это касается и тех, и других. Но иногда мужчине можно сказать не всегда цензурное слово на ухо, когда он должен понять правильно. С женщиной надо всегда помнить, что ты говоришь, и всегда думать о том, что ты собираешься сказать. Можно обидеть очень легко, особенно оскорбить, если в присутствии партнерш ты начинаешь ее ругать или унижать. Ты очень быстро станешь тем, к которому относиться с уважением женщина не будет. Поэтому мне кажется, что здесь вопросы психологии, они играли в самую большую роль. Я уделял этому внимание очень большое и считаю, что в чем-то я преуспел именно в этом психологическом отношении. У вас был период, когда вы приняли решение уехать, работать за границу. Сначала это был Израиль в Холонской команде, потом в Испании. Такое вот решение вам удалось, насколько легко? Ну, знаете, решение меня заставили это сделать. Значит, самое интересное, мало кто это знает, на Олимпиаду в Барселоне мы уже с Капрановым ехали освобожденными от сборной команды России. Мы тренеры между собой потихонечку собрались в бане накануне нашей Олимпиады и решили, что этой команде ничего не светит. Они уже оба старые. Зачем их оставлять в сборной команде? Давайте у нас перемены серьезные. Ну, вы знаете, какой был в это время период исторический в стране, много было всяких перемен и других шагов. Ну, и решили нас освободить. И мы уже ехали освобожденными от работы. Ну, и во время Олимпийских игр и ко мне, и к Вадиму, особенно ко мне подходило довольно большое количество руководителей разных клубов из Бразилии, из Кореи, из Испании. Ну, так получилось, что они очень хотели, израильтяне, заполучить моего брата. Очень хотели, не получилось, но вот заполучили меня. Я работал в Израиле, это была моя первая зарубежная поездка как тренера-легионера. Как он был? Опыт колоссальный, это очень интересно, несомненно. Много было разных веселых и невеселых моментов. Я просто всегда вспоминаю, когда я приехал в Израиль, то первое, что я увидел, через каждые три метра я слышал или русское слово, или русский мат. Это обязательно было слышно, потому что народу, приехавших из нашей страны, было довольно много. Но вот мне удалось, это был впервые успех в израильской команде, мы попали в восьмерку сильнейших команд Европы. Играли на Кубке Европы против того же Динамо Киев и других команд. То есть это был большой успех, удалось это сделать. Когда говорят об Израиле, вы знаете, очень же много есть разговоров о Израиле, почему едут, почему не едут. Я ни одному еврею не советую ехать и ни одному не скажу не ехать. Это только собственное решение. Я видел столько несчастных людей, особенно в розыске пожилых, которые, ну не то что несчастных, а тех людей, которые очень тяжело переживали разлуку со страной. Понимаете, поэтому здесь никогда нельзя говорить односложно, что и как. Есть свои плюсы, есть свои минусы. Единственное, что я прозвал эту страну, это страна тренеров. Там все все знают, обязательно подсказывают, обязательно советуют, обязательно влезают в разговор и что угодно вообще могут знать. Так что здесь надо как-то очень осторожно быть. Я просто еще хочу сказать одну такую байку, которая мне была интересна. Это же одна из стран, где служит одна из немногих. Ну, кажется, единственная, где девушки тоже проходят службу в армии. Ну и, в общем-то, отношение к армии очень такое трепетное. Но придумали такой анекдот один. Значит, какие нужно выполнять три завета, чтобы быть в израильской армии. Завет номер один – в окопах не разговаривать, а то руки прострелят. Завет номер два – не отвечать вопросом на вопрос командира. И третий завет – в торговые сделки с неприятелем не вступать. Ну, это как юмор, ну, это, значит, вот такая хохма была. Но я вам скажу, что это действительно сыны и дочери страны. Это великолепное отношение ко всем. Вот я на машине еду, стоит парень или девушка с автоматом, и обязательно становлюсь, подвезу и подброшу. Отношение к ним более чем трепетное и уважительное. И вдруг наши, приехавшие молодые мальчики, вместе со своими родителями, решили, есть такое выражение, косить от армии. А что такое косить от армии в Израиле? Попадаешь в компьютер, и уже тебе на работу очень трудно устроиться. Уже тебе девушка 50 раз подумает, выйти за тебя замуж или нет. То есть это большущие проблемы. Ну, вот и такое тоже существовало. Говорят, что для вас очень было важно при работе в Холоне говорить с игроками на одном языке. И вы даже начали изучать иврит. Действительно изучал иврит. Мы ходили с женой в Ульпан. Я просто хочу лишнее раз подчеркнуть. Мне что не нравится, особенно сегодняшним, не. Не ко мне приехали игроки Израиля в Москву, а я приехал к ним работать. И вот сегодня эти тренеры, иностранцы, которые наплевательски относятся к нашему языку и не пытаются его изучать, ну, разве это путь для взаимоотношений? Не все закончили Кембридж, не все закончили Оксфорд, не все знают прекрасно английский язык. Почему тебе не прибавить немножко в русском? Разве ты там потеряешь свой авторитет? Я действительно через 7 месяцев провел тренировки на иврите. Язык, который выбивает вообще все остальные, которые есть или нет. Но меня учили. Мы с женой ходили в этот Ульпан, особенно когда у меня не было тренировки второй. Мы ходили с ней в Ульпан, потом гуляли, изучали слова и так далее, и так далее. И со мной общались. До сих пор я, когда встречаю израильтян, пытаюсь с ними поговорить немножко на иврите и так далее. Причем я видел, как никто не пытался исправить мой акцент или мои неправильные слова. Наоборот, девчонки были рады, что я отношусь к ним и к их языку с уважением и пытаюсь говорить с ними на одном языке. В Испании вообще было просто. Через 3 месяца испанский язык – это вообще шутка и так далее. Но о Польше и говорить не приходится. В 98-м сборная женская под вашим руководством завоевала серебро на чемпионате мира в Берлине. До старта турнира каким был план руководства команды и удалось ли его выполнить? Ну, 98-й год был вообще годом довольно успешным для нашей команды. Подобрался в очень мощный состав. И мы знали, что мы сумеем дать бой американкам. По сути дела, мы этот бой дали и могли стать чемпионом мира в этом Берлине. Единственное, нам подряд три, как мы говорим, трешки забило с сумасшедшей дистанцией американка, когда мы выигрывали, вели до конца, и мы эту игру в конце проиграли. Ну, переживания переживаниями, но серебро было завоевано в достойной борьбе. Я вам скажу, что многие зрители, которые были на матче, они поддерживали нашу команду. Они поддерживали нас. Не то, что надоели всем американцам, но те ведут себя всегда довольно развязно. Мы хозяева, мы все умеем, мы все можем. И вот дать им понусы нам очень хотелось, но не удалось. Было все близко к тому, чтобы мы выиграли это золото. Серебро тоже хороший металл, приятный. Буквально несколько вопросов осталось. Как, на ваш взгляд, сейчас обстоит ситуация с детским спортом, с детским баскетболом в стране? И достаточно ли площадок, и достаточно ли тренеров для того, чтобы воспитывать резерв для команды основной? Россия, как ни одна страна Европы, богата талантами. Баскетбольными особенно. Количество высокорослых девчонок и мальчишек, которые могут прекрасно, и не только высокорослых, а действовать, играть в баскетболе, предостаточно. Сегодняшняя первая проблема – это, конечно, тренерский цех, который работает с этими детьми. Мы потеряли, на развале Советского Союза, мы потеряли очень хороший цех детских тренеров. Это были люди, которые не только влюблены были в свой вид спорта, но уважали детей. Сегодня я провожу семинары, встречаюсь с некоторыми тренерами и поражаюсь их лексиконом, их общением с детьми. Заткнись, дура, куда бросаешь баран, пусть кидает по кольцу твоя бабушка. Я полагаю, что сегодняшняя культура, она очень мешает многим стать не только тренером, но еще и людьми. Если ты не уважаешь детей, если ты считаешь, что они бессловесные твари, которые можно как угодно управлять, зачем ты пошел в эту профессию? Ну иди к санку, иди в шахту. Для чего ты пошел к детям? И получается, сегодня, я не хочу обижать другие виды деятельности в нашей стране, но очень много троечников и двоечников оказались на этом посту. И очень мало талантливых, интересных, самобытных тренеров, которых необходимо поддерживать, но, пожалуйста, поддерживать нормальной зарплатой. Не нищенкой зарплатой, а нормальной, чтобы они понимали, что у них семья, что у них интерес в работе. И я думаю, что вот мне кажется, проблема сегодняшнего детского спорта, это детские тренеры, прежде всего, которые готовят, ну и, конечно, варианты и возможности. Мы с вами говорили, куда им деваться потом. Когда он тренируется, когда он отдает свое сердце, свою душу, делу, и когда тренер во всем его поддерживает, и вдруг, бац, его никуда не берут. Там уже все занято. Занято ребятами, которые далеко не российского происхождения. Понимаете, как жалко и трудно, что вот такое сегодня происходит. Я полагаю, эти разговоры, да нет, талант пробьется. Талант пробьется, если его поддерживать. Талант пробьется, если он видит доверие. Доверие окрыляет, а недоверие убивает. И когда человек не видит перспективы, это очень паршиво. Первый шаг какой бы вы сделали, чтобы эту ситуацию как-то изменить? Ну, во-первых, первый шаг я бы сделал так, чтобы я бы сократил количество иностранных тренеров в нашей стране. Вы знаете, что есть пример очень хороший. Есть такой прекрасный вид спорта, тоже на боку бол заканчивается, волейбол. У волейболистов на площадке шесть человек. Из них только два легионера могут быть на площадке. Волейболисты в тренерский цех берут только топовых тренеров, которые выиграли или Олимпиаду, или Пьеринство мира и Европы. Там очень важно относятся к тому, что называется селекционная работа и то, что касается, где будет игрок дальше играть. Там нет такого, я хочу и пойду, куда я хочу. Нет, ты сегодня пойдешь в Белогорье, а ты пойдешь играть в Зенит Казанский, а ты пойдешь в Новосибирск. То есть там следят за этим. И я думаю, что очень здорово, что есть такой влюбитель баскетбола и замечательный человек Николай Платоныч Патрушев, который следит за тем, что происходит. И федерация не делает глупых шагов. И мне кажется, волейболисты доказывают. Сегодня вообще-то средний рост, по-моему, волейболисты перегнали нас. Сегодня в этой шестерке, которая выходит на площадку, дело не в Мусырском, у которого там далеко за два, а выходит на площадку люди, у которых меньше двух метров нет. Понимаете, как они играют, какие они атлетичны, как они смотрятся и так далее. Не знаю. По-доброму завидую волейболу. Вот ваше училище Олимпийского резерва номер 4 тоже воспитывает резерв для сборной. Не могли бы рассказать немножко, сколько ребят там учатся и какая там система подготовки? Во-первых, поначалу училище Олимпийского резерва номер 4 ориентировалось на девчонок в баскетболе. Было девичьей группой открытой, причем довольно с хорошим результатом девчонки выступали в России. Сейчас в последние годы появились мальчики, причем мальчики появились очень даже неплохие. И тренер у них, мне очень импонирует тренер СИЗОВ Валерий Николаевич, который работает с ребятами, да и другие тренеры ведут очень хорошую элекционную работу и работу как таковую. Училище, вот если брать по показателям прошлого года, представьте себе, из четырех первенств России по разным возрастам, в трех выиграло училище Олимпийского резерва имени Александра Яковлевича Гомельского. Это прекрасно. Я знаю настроение руководителя училища, директора Перекрестовой, Ивана Вячеславовна, которая только первое место любит и мечтает, для нее другие места не очень существуют. Хорошее качество руководителя, который борется и за результаты, смотрит, чтобы были показатели. Мне думается, что сегодняшний день, где есть не только баскетбол, но и прекрасная школа фигурного катания, и дворец фигурного катания, и сейчас пловцы прибавили, и тоже показывают результаты. Бассейна нет, а пловцы показывают результаты хорошие, и идет работа. Пятиборье тоже, ну, в любом случае, вот я сейчас был в вашей школе, здесь, конечно, это огромное хозяйство. И у мусульбеса, я убежден в том, что, конечно, он управляет очень серьезным процессом, и как здорово, что здесь есть кого показать. Если ты выиграл золотой пояс по боксу, ты показываешь ребятам, и ребята все смотрят и радуются. Значит, мы тоже можем этого добиться. Когда здесь такая спортивная гимнастика, когда здесь есть тренеры, которые руководят делом, дело будет. Я скажу, что у него огромное хозяйство, и дай бог, чтобы таких хозяйств в Москве было побольше. Заключительный вопрос. Наверняка у вас есть какой-то секрет профессиональный, который вам позволял побеждать, когда вы были игроком, и как тренером. Можете его раскрыть, чтобы не только баскетболисты, но и представители других видов спорта, а может быть его как-то использовали для успешных выступлений своих. Если говорить про секреты, я бы сказал, самый главный секрет, надо оставаться тем, кем ты есть. И особенно важно, я не принимаю людей, кто не понимает юмора. Для меня очень важен юмор, который касается, он иногда и расслабит по делу, иногда и сплотит, иногда. Вы просто понимаете, юмор – это часть нашей жизни, которая может скрасить многие негативные моменты. Поэтому, если у тебя секретов, у меня все секреты – это в моей жене. Просто я, как всегда, говорю об этом и радуюсь. Я единственный гомельский, нас не так мало гомельских, вы знаете, и Володя, комментатор, мой племянник. У кого одна жена, 55 лет мы с ней прожили вместе, и я горжусь тем, что я подкаблучник, в хорошем смысле слова. И, наверное, это мой главный секрет по жизни, потому что все, что бы ни случилось за пределами дома, поражения, неудачи, какие-то ненужные сплетни, приходишь домой, и обстановка у тебя самая дорогая и лучшая. Поэтому для меня главный секрет – это мой дом, который позволяет мне быть и человеком, и любить жизнь.